Здравствуйте! В прямом эфире программа «Ответная реакция». Меня зовут Мария Мишнина. Не получается у нас уйти далеко от коронавируса. Постоянно есть о чём поговорить. Цифры на сегодняшний день. Заболевших по всему миру более 126 тысяч человек. Заболевание зарегистрировано уже в 117 странах. Погибло больше 4000 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В России общее число заражённых достигло 28 человек. Города вводят повышенный уровень готовности. Сочинский инвестфорум отменили из-за коронавируса. Красноярский экономический форум отменили из-за коронавируса. В соседнем Красноярске под карантином около 200 человек. А страшна ли ситуация на самом деле? И нет ли перегиба в действиях властей и населения? Уважаемые телезрители, давайте вместе сегодня обсудим эту тему. Вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 298 800. А я представляю гостей нашей сегодняшней студии. Итак, у нас в гостях Лариса Ахмедова, эпидемиолог, Ольга Широкова, заместитель руководителя Хакасского УФАС, и Елена Шалгинова, начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хакасии. Всем здравствуйте, большое спасибо, что пришли к нам в прямой эфир. И позвольте начать вот с какой темы. Сегодня наши корреспонденты получили такую интересную информацию от одного из жителей Хакасии. Сообщение я зачитаю дословно. Есть подозрение, что в Хакасии объявился коронавирус. В Ташты приехали наши местные жители из Таиланда, обратились за помощью к фельдшеру, она выявила подозрение на коронавирус, сообщила в больницу. В общем, сейчас их уже увезли в Абакан. Сейчас районная больница работает с контактными. Что вам известно по этому поводу? Есть ли какая-то информация, действительно ли это так? И вообще, что думаете, неочередной ли это фейк? Лариса Ивановна, можно вам тогда? Ну да, конечно, в общем-то, Минздрав об этом, естественно, знает, Роспотребнадзор об этом знает. И это не первый случай, да. В общем-то, единичные случаи завоза есть. На жителей Хакасии у нас тоже они любят поездить за границу, значит. И, соответственно, не так уж боятся они поездок. И сейчас выезжают они за рубеж, возвращаются, соответственно. И бывает у них появляется в период 14 дней по возвращении, значит, из-за рубежа, у них появляются какие-то респираторные проявления. Естественно, таких лиц необходимо подозревать на то, что, возможно, там что-то такое, короче говоря, похоже на коронавирус. Поэтому они, видимо, с температурой обратились к фельдшеру. Вот они именно эти из Таштыпа, которые прилетели из Таланта, мы про них говорим. Да, 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 совершенно верно, короче. И я, опять же, говорю, это не единичные. Есть у нас такие случаи, значит, то есть они не первые ласточки. Есть такие случаи, когда люди обращаются, и в обязательном порядке наши медицинские работники, они уже, значит, заточены на то, чтобы спросить, эпидемиологический анамнез у них собрать, собрать эпидемиологический анамнез. То есть не выезжали ли в последнее время за границу. Они, видимо, сообщили, что были в Таиланде. Приехали с Таиланда, высокая температура. Соответственно, это уже есть основания для того, чтобы их госпитализировать в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Наш стационар, который на территории Хакасии госпитализирует, именно таких лиц с подозрением. Сразу они были обследованы на коронавирус. Экспресс-тест, тест-система у нас имеется в ФБУ с Центра гигиеноэпидемиологии, обеспечен он. Значит, это экспресс, это значит, в течение нескольких часов выдается результат, соответственно. То есть это достаточно такая уже отлаженная процедура, и никакого такого ЧП-шного ситуации, чрезвычайной ситуации в этом нет. Сейчас мы говорим о том, что подозрения на коронавирус именно вот в этой семейной паре, вернувшейся из заграничной поездки, никто не выставлял. То есть прибывшие, осмотренные как Таштыбской районной больницей, врачами-терапевтами, так и при приеме, при госпитализации в инфекционный стационар, в нашу республиканскую клиническую инфекционную больницу. Диагноз стандартный, остро-респираторная вирусная инфекция. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. То есть ситуация штатная. Если мы же с вами сейчас говорим, то, что фейковая вот эта новость, о том, что коронавирус в Хакасе. Мы говорим о респираторной инфекции у людей, вернувшихся из заграничной поездки, из той страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции. Да, но вот эти, так скажем, сознательные жители из Таштыба, они обратились к фельдшеру, и там выявила подозрение на коронавирус. Я вам поясню, у вас в гостях главный эпидемиолог Минздрава Хакасии, я начальника дела эпиднодзора. Я вам еще раз поясню, это диагноз выставлен, острая респираторная вирусная инфекция, пребывание в эпиднеблагополучной стране. Ни о каком подозрении на коронавирус мы речи не ведем. Тем не менее, в штатном режиме эти двое вернувшихся, эти двое жителей Хакасии, которые вернулись из Таиланда, обследованы в плановом порядке на коронавирусную инфекцию. И она не подтвердилась. Все, тогда на этом будем и стоять, что в Хакасии нет даже подозрения на коронавирус. А как вообще думаете, жители нашего региона, они напуганы? Среди людей есть паника? Да, я думаю, пантики, в общем-то, нет. В Минздрав на горячую линию, в Министерство здравоохранения, в Роспотребнадзор не звонят люди, не жалуются, не обращаются, не паникуют, что мы боимся. Исходя из той статистики, то, что ведет именно горячая линия Минздрава на республике Хакасия номер 305-811, исходя из той горячей линии, вот тех звонков, которые поступают в управление Роспотребнадзора, я бы сказала наоборот. Наши жители получают полную, взвешенную информацию по профилактике новой коронавирусной инфекции, и те вопросы, которые они задают, это длительность наблюдения, то есть это мы встречаем полное понимание со стороны наших жителей по тем мерам, которые противоэпидемическим, которые вводятся для тех лиц, которые по роду деятельности, либо были в туристических путевках, пребывали в зарубежных странах. То есть наоборот, полное спокойствие, полное понимание, и люди хотят именно вот слышать ту информацию по мерам профилактики. Никакого ажиотажа не наблюдается. Мы пообщались сегодня с некоторыми нашими телезрителями на улице, записали опрос. Давайте послушаем, что думают они по этому поводу. Внимание на экран. А вы боитесь коронавируса? Да нет, не боюсь. Мы свиной гриб пережили вроде спокойно. Поэтому что бояться? Все в жизни может быть. Ну я соблюдаю в общем-то все правила, мою руки как надо, овощи. Боитесь коронавируса? Да. Боюсь. Обязательно. В обязательном порядке боюсь. Я как-то не знаю, я новости вообще не смотрю. Не могу. Как-то спокойно отношусь к этому. Не страшно. Мы не верим почему-то. Мы сибиряки, нам все пофигу. Мы закаленные. Мы из тайги тем более. Вообще ничего не боимся. Так что, как-то так. У нас не дойдет. У нас родственники там живут, и они не так сильно там боятся этого. У них нет такого, как у нас в России об этом говорят. И то же самое, что нас запугивают. Ну мы нормально живем, ходим, как жили так. А где у вас родственники жили? В Таиланде, в Канаде, и еще есть как раз в Италии. И все нормально, тихо, спокойно. Они не так паникуют. Это семьи больше всего преувеличивает. Я думаю, что нас не достанет. Наверное. Мы придерживаемся всей гигиены и всего. Руки моем, все делаем как положено. Нет, Россия должна быть здоровой. Я так думаю. Ну вот, пожалуй, жители подтвердили ваши слова. Такие у нас жители Хакасии спокойные, сознательные и позитивные. А в последнее время очень много говорится об этом коронавирусе. Информация чуть ли не из каждого утюга, как это модно говорить сейчас. Что, какие данные последние известны на сегодняшний день? Лариса Ивановна, можете пояснить, что такое коронавирус? Давайте опять напомним. Ну, коронавирус вообще это такая разновидность микроорганизмов, вирусной природы, которая циркулирует и среди людей. Виды коронавируса, известные где-то, ну, порядка более 40 видов. Они, в общем-то, то есть само слово коронавирус не первый раз мы услыхали. Вот именно вот это вот, что вот что-то новое такое открыли. Значит, есть часть видов коронавируса, которая проживается в животном мире, значит, есть в человеческой популяции. И они идут параллельно, как говорится, не пересекаясь. Но в определенные моменты бывает такое, что иногда, значит, коронавирус из животного мира прорывается через межвидовой барьер и в человеческую популяцию попадает. Вот это вот приносит опасения большие, как в данном случае у нас произошло. До этого был случай такой, что это ближневосточный, когда коронавирус тоже в начале 20-го столетия это было. Ближневосточный коронавирус, когда относителями были верблюды, тогда еще верблюжи называют его иногда. Соответственно, вот тогда тоже, в общем-то, когда он не встречался, этот коронавирус, человеческой популяцией, и вызывает заболевания с такими серьезными последствиями, с высокой летальностью. Опять же, что хочу сказать, в 2019-2020 год эпидемийский сезон вот этого коронавируса уровни летальности держатся достаточно небольшие. И что хочу сказать, опять же, значит, обратить внимание на важность проведения противоэпидемических мероприятий. Простите, Лариса Ивановна, перебью, Вы сказали небольшие показатели. По сравнению с какими заболеваниями, с другими, с какими причинами смерти? Хотя бы с сезонным гриппом, допустим. И с теми случаями, когда именно особо опасные инфекции идут, там бывает летальность, и 20, 30, 40, и до 50% летальность доходит. Здесь максимальные цифры 3,9%. То есть на предыдущей с Вами, когда мы встречались, была такая же передача у нас, тогда были цифры 2,2. Это именно было в Китайской Народной Республике. В Китае были противоэпидемические мероприятия, проводились, как говорят, беспрецедентные, значит, очень серьезные такие. И Китай именно вот этими противоэпид мероприятиями удерживал цифры летальности на 2,2%. 2,2%. Но когда, значит, коронавирус прорвался за пределы, вышел за пределы Китая, теперь уже более 110 стран, как говорится, уже задействовано в эпид процессе. Все зависит от того, насколько противоэпидемическая служба развита в каждой стране. Вот, допустим, в Италии очень высокие цифры идут у нас. Потому что они сначала, скажем так, достаточно спокойно отнеслись, халатно отнеслись, да, к проникновению коронавируса. Это вот противоэпидемические мероприятия, которые могут власти страны или конкретного региона в нашей стране провести. А вот я, как простой житель, вообще все люди, как могут защититься? Вот у нас, в деле зрители, в вопросе у нас говорили, и овощи моют, и руки моют. Все это правда поможет? Это относится к противоэпидемическим мероприятиям. Значит, где-то перестают, рукопожатное, как говорится, вот это вот отменяет мероприятие. Поцелуи при встрече отменяются. Это тоже правильно? Это тоже противоэпидемическое. Сейчас в интернете, кстати, много стало появляться информации, много роликов, что даже руководство стран, они здороваются теперь не за руку, и отказываются от поцелуев или локтем, да, или ножками. Или ножкой, да. Значит, ношение масок, то же самое, изоляция. Вот изоляция. Ну, простите, я не могу поместить себя в изоляцию, да, и вы тоже, потому что мы вынуждены ходить на работу. А у нас с вами работа связана с общением с большим количеством людей. Маски. Хорошая защита? Если ее менять каждые два часа, может быть и чаще. Все говорят, что да, так? Маску носить в период, допустим, обязательно, когда в тот момент, когда ты общаешься с лицами, которые с респираторными проявлениями. Если вы, допустим, на природе находитесь, свежим воздухом дышите, зачем вам маска там? Не обязательно. А в свечных местах можно? Если вы сидите в кабинете, одна, допустим, да, или, допустим, два-три коллеги, которые не в респираторе, тоже зачем масочка нужна? Так масочек-то теперь в аптеке нету. К вам, наверное, вопрос. Расскажите, почему их нету в аптеке? Потому что мы с вами, наши съемочные группы, телеканалы РТС, неоднократно выезжали в рейды, и нигде в аптеках практически нет этих масок, ни по какой цене. В чем причина? Куда они исчезли? Ну, наше управление с начала февраля по поручению Федеральной антимонопольной службы начало проводить мониторинг цен и наличие масок в аптечной сети города Абакана. Да, действительно, мы зафиксировали, то есть до 1 марта 2020 года, то есть целый месяц практически, никаких изменений не было, маски были в наличии. А цена повышалась? Причем цена тоже была разная. От 10 до 13 рублей за одну маску, это были самые дорогие маски, а вообще были от 2 рубля 50 копеек до 8 рублей. Вот такой разбег был у нас до 1 марта 2020 года. Ну, а теперь их вовсе нет? Не могу согласиться. Вот, получается, на 2 марта у нас действительно дефицит был масок в аптечной сети города Абакана. А вот уже на 10 число мы проводили проверки, в том числе начали мелкооптовых поставщиков проверять. Но у нас он один. На территории Хакасии, да. На территории Хакасии. Мы вместе с вами, с вашими специалистами ездили к нему в гости. Да, да, да. Он так и пояснил, что и у него масок нет, и у крупных поставщиков нет. И у него тоже не было масок. Основные поставщики у нас за пределами республики Хакасия. Это Новосибирская область, Красноярский край. И вот после 10.03 марта появились маски в Абакане в одной из сетей. Стоимость их 26 рублей за 3 маски. Это примерно 8,60 рублей. А раньше, напомните, какая стоимость была? По-моему, дешевле. А было от 2,5 до 8 рублей. За 3 штуки или за 1? Нет, одна маска стоила 2 рубля 50 копеек. А теперь она получается около 8 рублей. Повышение цен несколько раз. Повышение несколько раз. Конечно, мы к какому выводу пришли. Конечно, основное повышение это было за пределами у оптовых поставщиков, за пределами республики Хакасия. И хочу проинформировать, что Красноярская УФАС России возбудила дело в отношении 4 крупных поставщиков в Красноярском крае, которые на территории Красноярского края не повышали цены и реализовывали маски по-прежнему. А вот в республику Хакасия и Тыва до 480% повышение было. Поэтому наши коллеги из Красноярска возбудили дело по так называемому картелю, по поддержанию цены. Вот буквально позавчера возбудили такое дело. Это на контроле, конечно, федеральной антимонопольной службы. Очень резко высказался заместитель руководителя. Андрей Царяковский назвал это признаками экономического мародерства в такой ситуации. И очень жестко будут рассматривать в отношении них дело и применять меры антимонопольного реагирования. Если будет установлено, что именно нарушение произошло антимонопольного законодательства, это оборотные так называемые штрафы. А большие штрафы? Это большие штрафы. А в какие суммы примерно выливается? Это зависит от выручки каждого хозяйствующего субъекта. Если оптовые, крупные поставщики у него большие оборотные штрафы, то это до миллионов, миллионов рублей. То есть можно однажды решили нажиться, а могут сами и погореть. Опасно это очень. Конечно. Давайте тогда еще такое нашим телезрителям подскажем. Масок в аптеках нет. Не в каждой аптеке они есть. Например, возле моего дома аптека. Там масок нет с самого начала разговоров о коронавирусе. Что я могу придумать? Могу что-то? Я иду туда, где масочный режим. В общем-то, да. Здесь можно найти такой выход из ситуации. Учитывая все-таки, принимая как данное, да, вот это вот то, что все-таки исчезают маски из аптечной сети, и, в общем-то, никакими документами не отменялись многоразовые марлевые тканевые маски. Соответственно, если у кого-то, может быть, есть в запасах, загашниках, все-таки остались, если кто-то не выбросил. Если уже выбросили, ну, сшейте сами тогда 4-5-6-слойную масочку. Чем больше слоев будет, тем больше будет защита. Да, марлевая, многоразовая. Ее можно будет стирать, дезинфицировать в бытовых условиях, утюгом проглаживать. И эту маску использовать. Ну, естественно, что этот человек должен один для себя использовать. Если 4 члена семьи, 4 домочадца, 4 масочки сшейте. Детям можно сшить красивенькие масочки, с какой-то ленточкой, чтобы было ему приятно носить. То есть это вполне допустимо, многоразовые масочки. Вернемся тогда еще к коронавирусу. Как я уже говорила, на сегодняшний день порядка 28 случаев выявленного заболевания, летальных исходов нет. Пока в нашей стране так, это все. Правду я говорю, все правильно. Все так. Тех, с кем он контактировал, взяли под наблюдение. Сейчас ребята, студенты, молодые, они, можно сказать, находятся в заперти в общежитии. И давайте посмотрим небольшой про них видеоматериал и начнем дальше обсуждать. Внимание на экран. В этом здании объявлена карантин. Это проспект просвещения, дом 45, здание общежития. Сюда в течение дня продолжали приходить студенты. Они понимают, что в течение ближайших двух недель они не смогут покинуть пределы этого здания, закупаются продуктами. Ну а те, кто уже оказался внутри ранее, пытаются как-то связаться с внешним миром. И в частности, используют для этого бумажные самолетики. Нам удалось поймать несколько из них. Так вот, что пишут ребята. Кто-то говорит о том, что им нужна помощь, пишут, помогите. Кто-то спрашивает, когда обед и какая вообще погода в Петербурге. Кто-то сообщает просто о том, что он сделал самолетик из бумаги. То есть, многие относятся несерьезно к тому, что в этом здании объявлен карантин. И вот, что рассказали студенты о своем настрое и о том, боятся ли они вообще. Вы вот сейчас заходите и понимаете, что ближайшие две недели вы предел этого здания не поймете. Да, так и есть. Как настрой вообще? Страшно? Да нет, пока что ничего не точно, не ясно. Вот, закупились аксалиновой мазью, масками. Будем защищаться как можем, каплями различными. Из комнаты выходить нам не разрешают, ну, насколько я знаю. Нормальный настрой, на самом деле, будем учиться дома. Я не знаю, я спокойно отношусь. Посижу дома, почитаю книжки. Да, также другие студенты рассказали о том, что им все-таки страшно, но они понимают, что эти меры необходимы. Ну, а о том, что творится внутри. Они рассказывают о том, что живут в комнатах по три человека, но закупаются сразу на две недели и на пять-шесть человек с запасом. Вот, несколько человек находятся, как я уже сказала, в заперти. То есть кто-то смог продуктами закупиться на две недели, взять и на себя, еще и на своего коллегу. А также в соцсетях появляется информация, что есть ребята, которых, ну, может быть, здесь родственников нет и друзья все рядом. И вот они и без еды, и без воды сидят, и без туалетной бумаги. Вот обоснованы ли такие жесткие санкции в отношении тех, кто контактировал с зараженными? Что думаете? Давайте, наверное, я поясню, да, Елена Юрьевна? Да, да, хочу развеять вот тоже этот фейковый брос, то, что дети сидят без еды, без туалетных принадлежностей, в ненадлежащих условиях. Во всех организациях, где разворачиваются обсервационные госпитали, то есть это вот именно для непрерывного медицинского наблюдения, все помещенные под наблюдение обеспечиваются трехразовым питанием. Бесплатным? Бесплатным, да. Это все средства субъекта. Но сейчас мы говорим про обсерватор, развернутый на базе общежития, порядка 600 детей. Это именно обсерватор? Да, это обсерватор, это непрерывное медицинское наблюдение. То есть дети в своих комнатах по три человека, значит, проходят лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Их обеспечивают едой, повторюсь, трехразовой, причем это все бесплатно. На это все выделяются средства бюджета, то есть это деньги субъекта в рамках плана мероприятий, которые каждый субъект для себя разработал, по профилактике завоза при распространении новой коронавирусной инфекции. Это штатная ситуация. У нас в целом по стране порядка 127 обсервационных госпиталей развернуто. То есть тех мест для непрерывного медицинского наблюдения, где наблюдаются лица, вернувшиеся из эпиднеблагополучных стран, либо бывшие в контакте с инфекционными больными по новой коронавирусной инфекции. То есть это тоже штатная процедура. Это те меры, когда нет возможности изолировать человека, вернувшегося с эпиднеблагополучной страны, на дому. Ну а вот если на дому находятся люди, которые вернулись из неблагополучной страны, а как за ними-то ведется наблюдение? Понимаю, врачи приехали, пробы взяли, несколько раз в день могут приезжать и врачи, и сотрудники правоохранительных органов. Но круглосуточную же охрану к ним не отставишь. Они могут также спокойно выйти, пойти в магазин, мусор выбрасывать, масса дел у людей. Как за ними следить? Давайте тоже я поясню. Разные средства и методы используются для контроля. Например, по городу Москве это даже слежение с помощью системы распознавания лиц. Каждый субъект тоже использует те средства, которые у них имеются. Давайте на примере республики Хакасия. Вообще у нас под медицинским наблюдением находилось порядка 50 человек, вернувшихся из эпиднеблагополучных стран. Каждому человеку, который был избран режим самоизоляции на дому, выдается на руки постановление об изоляции на дому. То есть за подписью главного государственного санитарного врача по республике Хакасия. Это тот документ, на основании которого при нарушении режима изоляции мы можем передавать дела для составления административного штрафа. То есть это нарушение административного кодекса Российской Федерации. То есть мера здесь одна жесткая. То есть мы совместно, медицинские работники, сотрудники ФБУ, Центр региона и эпидемиологии, Управление Роспотребнадзора, полиции, Министерство внутренних дел мы подключаем. То есть вот здесь работаем слаженной командой для того, чтобы объясняем нашим жителям, вернувшихся из эпиднеблагополучных стран, что им необходимо находиться в режиме самоизоляции на дому и не нарушать этот режим. Ну безалаберная я. Как же вы узнаете, что я бегала в соседний подъезд к подружке у меня, а на подъезде камер видеонаблюдения нет? Вообще в моем поселке, где я живу, ни одной камеры, наверное, нет. Практически нет. Из практического. У вас есть соседи. Наша активность, социальная активность наших граждан достаточно велика. Хочу опять вам же напомнить, что действует горячая линия Минздрава Республики Хакасия. Звонки. И мы иногда получаем информацию даже раньше, чем из официальных источников. То есть здесь и наши нервнодушные жители подскажут о режиме, о нарушении режима. Пока на сегодняшний день таких фактов не было. Все-таки опять у нас в жителе Хакасии сознательность на высоком уровне. Смотрите, мы уже много говорим о тех серьезных мерах, которые предпринимаются и властями, и медиками. Но насколько они оправданы, эти серьезные меры? Вот, смотрите, в соцсетях недавно была, ну уже давненько была информация, что инфекционная у нас больница закупила какие-то там носилки, самые современные, самые идеальные, все замечательные. Знаете, как из фильмов про какие-то апокалипсисы. Изолирующие. Да, изолирующие носилки. Нам они нужны вообще в принципе? Пока необходимости в их применении еще не возникало, слава богу. И мы надеемся, что в общем-то может и не возникнет, но по крайней мере, это они нужны. Вот эти вот многофункциональные, закрытые, изолирующие носилки, они предназначены для того, что когда действительно у нас выявится пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию в тяжелом состоянии, да, носилочной. То есть тогда бригада скорой помощи будет вывозить его из той медорганизации в республиканскую клиническую инфекционную больницу именно в этих изолирующих носилках, где он будет не представлять угрозу и для медицинского персонала, для бригады скорой помощи, которая будет его транспортировать. Ну, допустим, тот же Таштыб, да, вот как у нас профигурировал, у нас есть достаточно дальние удаленные территории, откуда везти далеко, и, соответственно, необходимо в обязательном порядке вот эти вот носилки. Ну, а если не выявится? Опять же, мы говорим, что у нас все тихо, мирно, спокойно. Подождите. Но на всякий случай мы вооружились. Подождите. Лариса Ивановна вам говорит конкретно за новую коронавирусную инфекцию. Вообще, эти транспортировочные, изолирующие боксы, он предназначен для больных с особо-особо опасными инфекциями. Не будем забывать о сибирской язве, да, о риске завоза, либо возникновения у нас случаев сибирской язвы. Чума, холера. Холера, да. То есть это на тот перечень особо опасных инфекций, который продиктован международными медико-санитарными правилами. Согласно международных медико-санитарных правил, каждый субъект должен быть обеспечен транспортировочным, изолирующим боксом. Это готовность наша противоэпидемическая, то есть складывается вот из этих многих составляющих, в том числе и оснащение изолирующими носилками. У нас каждые 14 дней и 12 дней, значит, осуществляется чартерный регулярный рейс. Наши люди, несмотря на складывающуюся ситуацию, все-таки меньше поток, но тем не менее продолжают отдыхать в Таиланде. То есть это тоже наша готовность к тому, что если вдруг так получится, что будет у нас температурящий пассажир на борту, мы погрузим его в эти носилки и транспортируем в установленном порядке в инфекционный стационар, чтобы он не представлял риска ни для сотрудников скорой медицинской помощи, ни для сотрудников инфекционного стационара. А мы в первый раз в такой ситуации. Раньше же, как мы уже выяснили, и другие вирусы бы бушевали, и другие эпидемии также бы бушевали. Но таких мер, насколько я знаю, не предпринималось. Или все-таки они были? Почему сейчас все так серьезно? Патогенности – это особо опасная инфекция. В данном случае, вот этот коронавирус COVID-19 года, он постановлением правительства, значит, он отнесен у нас именно ко второй группе патогенности, то есть к особо опасным инфекциям. Почему к нему необходимо относиться более уважительно, скажем так, уже, извиняюсь за слово такое? Да, более осторожно, более внимательно. Более внимательно, нежели чем к высокопатогенному гриппу 2009 года, все-таки там третья группа патогенности, здесь вторая группа патогенности, поэтому противоэпид-мероприятия, о которых я опять же говорила, должны быть в полный рост, разворачиваться. Ну, все-таки коронавирус, о котором мы сейчас говорим, 2019 года, он же ведь не до конца изучен? Конечно, в стадии изучения находится, да. С декабря 2019 года, в общем-то, началась вот эта вот эпидемия в Китае. Китайские врачи, ну, китайская медицина достаточно продвинута, все это вы знаете, и, соответственно, китайские врачи, у них есть большие наработки по изучению этого гриппа, значит, тест-системы тоже, вот для создания тест-систем штаммами тоже они поделились, они делятся своими знаниями по лечению, по симптоматике, по клинике, по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, значит, и, соответственно, в общем-то, достаточно большое количество на основе их разработок, значит, Роспотребнадзором федеральным, Минздравом федеральным разработано более 175 нормативных организационно-распорядительных документов, где оговариваются основные моменты. И эти все документы, они рассылаются на территории, соответственно, в регионах медицинские организации, берут их на вооружение вот эти документы, и на основании их уже мы, естественно, обеспечиваем готовность медорганизациям, медорганизациям к работе в условиях выявления пациента, ну, дай бог, что не с коронавирусной, с подозрением, по крайней мере, медицинские организации готовы. Сейчас хотелось бы дать для телезрителей полезную какую-то информацию. Я напоминаю, что нашим телезрителям они могут нам позвонить. Мы работаем в прямом эфире. 298 800 наш телефон. Итак, о полезной информации. Тесты на коронавирус в Хакасе есть. Они поступили, да? Есть. Предположим, смоделируем эту ситуацию, я возвращаюсь из какой-то неблагополучной страны, замечаю температуру, куда я могу звонить конкретно. В какую службу? В скорую? Или куда? На горячую линию? В Роспотребнадзор, в Минздрав, в районную поликлинику, где живу? Для начала скорая помощь. Обратитесь, допустим, да, вот так. Для начала скорая помощь. Сейчас, да, для начала. Допустим, вы, как респираторящий человек, если вы обратитесь напрямую, придете в поликлинику и захотите в дневное время, в рабочее время обратиться на прием, сейчас в лечебных учреждениях, в поликлиниках разделены приемы. И вы, наверное, обратили внимание, да, вот зрители обратили внимание, когда обращаются, так. Так, температурище, пожалуйста, туда, в то окошко. Отдельный поток. То есть потоки разведены. Здесь больные, это кто-то здесь здоровый. Да, 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 совершенно верно. И в детских учреждениях это, и во взрослых учреждениях разведение потоков. То есть вы пойдете уже в то помещение к врачу, который действительно ведет прием температурищик. И вы скажете, вас спросят о том, эпитонамнус у вас возьмется. Да, что я прилетела. Не были ли вы за границей где-то? Была. Да, тем более, знаете, вот раньше, если было только Китай у нас звучал, да, вот Ухань, Хубей, короче говоря, уже затем, как уже говорят, ситуация меняется ежедневно, ежечасно меняется. С каждым часом что-то новое, короче. То есть сейчас, потом было, присоединили туда весь, всю территорию Китайской Народной Республики. Сейчас уже просто в эпитонамнезе, когда при сборе эпитонамнеза вас, медработник спросит, за границей были ли вы без привязки к каким-то... Да, была. Вы не сделаете тест на коронавирус, экспресс-тест? Вы, если вы были, короче говоря, то есть у вас получается, да, вот я приехала из эпид неблагополучной страны, и еще 14 дней не прошло, то есть максимальная инкубация не миновала, то есть, значит, в таком случае вас медицинские работники транспортируют с соблюдением всех правил безопасности... Моих любимых, да? Нет, вы же не будете лежачей реанимационной пациенткой, да? Значит, соответственно, тогда вы будете доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. По схеме оповещения они предупредят всех должностных лиц, которых необходимо предупредить, в том числе скорую помощь предупредят, что у нас пациент, прибывший из эпид неблагополучной страны, позвонят в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, чтобы они подготовили палату интенсивной терапии для лечения такого пациента, и, соответственно, и вас, да, и вас на скорой помощи, и будут обследования проводить уже в стенах инфекционного стационара. Причем, как мы уже говорили, экспресс-тесты это несколько часов. В течение нескольких часов лаборатория, вирусологическая лаборатория ФБУС, Центр гигиенно-эпидемиологии даст ответ «да», «нет». Если нет, отпустят домой? Нет, нет, совсем. С рекомендацией? Нет, нет, нет. Необходимость нахождения в медицинской организации составляет 14 дней, если при наличии респираторных симптомов и при наличии отягощенного эпитонамнеза. Кроме того, для выписки необходимо не менее двух отрицательных результатов на новую коронавирусную инфекцию. Ольга Владимировна, вернемся к вам. Знаете, нам телезрители в последнее время стали жаловаться, что, к маскам вернемся, заходим в аптеку, масок нет. А вот заходим в интернет, на популярные сайты объявлений, в соцсети, в различные группы, там их очень много, этих масок, и по очень завышенной цене, от 20 до 100, с чем-то, до 200 рублей за одну только штуку. Что это такое? Вы как-то можете пояснить? Конечно, это какое-то недобросовестное поведение тех хозяйствующих субъектов, но здесь мы выявляем именно поставщиков в аптеке, потому что именно аптеки у нас должны снабжать вот такими медицинскими изделиями. Надо сказать, что у нас есть маски, которые сертифицированы, есть просто маски, которые не сертифицированы. Вот не сертифицированные маски могут продаваться и просто в магазинах. Для нас важно, и мы проводим вот этот мониторинг, именно сертифицированных масок. А сертифицированные, не сертифицированные защищают одинаково? Нет, не сертифицированные, не исследованные на… Вот я когда говорила про популярные сайты и объявления, я имела в виду, что не поставщики их там продают, а простые частные лица. Там под… Сергея вот видела, продает какой-то, неизвестно какой. Может быть, он скупил в самом начале, да, сейчас пытается. Вот это опасно для таких продавцов предприимчивых, или это на их совести остается? Ну, антимонопольный орган занимается прежде всего хозяйствующими субъектами, которые действуют на рынке, да. И к этим хозяйствующим субъектам относятся это юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые… Частные нет? Частные нет. То есть все-таки на их совести это остается? Да, бизнес, развитие бизнеса на их совести, да. Елена Юрьевна, можно теперь вас еще попытать? Мы вот говорим коронавирус, коронавирус, а вообще в принципе-то в Хакасе какова обстановка не только с коронавирусом, а вообще с другими респираторными заболеваниями? И ПИД-порог у нас сейчас, насколько мне известно, не превышен уже несколько дней или недель, так? Да, все правильно. ПИД-подъем заболеваемости у нас уже закончился, был он недолгим и умеренной интенсивности. То есть мы болели с шестой по седьмую неделю, и превышение ПИД-порогов там незначимое было, ну, практически на 14%. Мы продолжаем провести ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом, респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями. На сегодняшний день ситуация стабильная, и мы не превышаем ПИД-порогов ни по одной возрастной группе. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что у нас продолжается в республике циркуляция вирусов гриппа. На сегодняшний день порядка 350 жителям республики подтвержден диагноз грипп, лабораторно подтвержден. Из них порядка 58% это грипп B. То есть меры профилактики, которые мы рекомендовали ранее по гриппу и УРВИ, в рамках комплексного плана по профилактике гриппа и УРВИ, а теперь рекомендуем, которые по профилактике новой коронавирусной инфекции, они остаются актуальными. Вот буквально сегодня мы разослали работодателям, руководителям предприятий, организаций, учреждений рекомендации Роспотребнадзора по профилактике респираторных инфекций, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Предлагается, рекомендовано, как мера профилактики, как мера сохранения здоровья в коллективе, конечно, обязательная термометрия сотрудников и отстранение сотрудников с повышенной температурой тела. Кроме того, конечно, это усиление ДЭС-режима, то есть это проветривание, это использование бактерицидных облучателей, которые функционируют в присутствии людей, использование ДЭС-режима с фирулицидной активностью. И, конечно, здесь самое главное, такой акцент делается на обработку предметов мебели, например, столы, стулья, ручки, дверей, выключатели, перила, поверхности которых контактируют с большим количеством людей. То есть вот здесь усиленный ДЭС-режим, не менее двух раз в день необходимо проводить эти мероприятия для того, чтобы предупредить распространение вирусных инфекций внутри коллектива. Спасибо большое. Теперь можно от Вас какие-то советы для наших телезрителей, потому что до конца эфира осталось всего несколько минут. Ну, советы, конечно, наверное, как не... как меры профилактики, да, вот этой пресловутой уже коронавирусной инфекции. Опять же, повторяюсь, они практически те же самые, идентичные с мерами профилактики при гриппе и ОРВИ, банальные наши, ежегодные, которые... То есть будем соблюдать вот эти меры профилактики. Мыть руки. Да, мыть руки, носить масочки, максимально, значит, держать подальше, держать дистанцию. Не здороваться за руки. Не здороваться максимально за руки, не целоваться. И рекомендуем все-таки воздержаться от зарубежных поездок и даже от передвижения, конечно, и внутри страны. То есть аэропорты, железнодорожные вокзалы, то есть места с массовым скоплением людей, здесь, конечно, они несут в себе дополнительные инфекционные риски. Спасибо большое. Ольга Владимировна, 20-30 секунд скажете что-нибудь нашим телезрителям? Конечно, все-таки если есть какие-то информации о том, что сильно повышены цены на маски, просьба информировать территориальное управление УФАС. И в заключении хотелось бы поблагодарить тех, кто у нас участвует в мониторинге, то есть проверки мы тоже осуществляем. Очень все понимают, вся информация у нас есть, мы стараемся эту информацию... Прошу прощения, вынуждена вас перебить, эфир наш подошел к концу. Спасибо вам большое за беседу, еще раз спасибо, что пришли. Ну а с вами мы, дорогие телезрители, прощаемся, берегите себя, всего вам доброго. До свидания.